Дорогие друзья, сегодня для вас мой рассказ, который я написала на русском и на французском языках под названием «Многогранная реальность» или на французском «La réalité multiforme». Все мы живем на одной земле. Многие из нас живут в одной стране, многие живут в одном городе и даже некоторые на одной улице. Но каждый из нас видит этот мир своими собственными глазами, согласно своему собственному восприятию и краске, и настроение этого мира у каждого свои. Итак, свой рассказ я начала цитатой Антуана Досанта-Экзупери «Переврати свою жизнь в сказку, а сказку сделай реальностью». Красиво сказано. Начнем. Каким образом видят мир животные и растения, что они чувствуют, о чем мечтают, а что приводит их в трепет? Земля так разнообразна и необъятна, она приютила всевозможные виды живых существ, которые ходят, плавают, летают и ползают по ее поверхности. Однако самым любопытным и загадочным остается способ восприятия людей как своей собственной реальности, так и реальности другого человека. Мне всегда казалось интересно поразмышлять о том, насколько отличное отношение к миру у каждого. Ведь если я смотрю на дерево, например, на зеленую березу, что растет в моем дворе, то за один лишь миг в моем сознании формируется ее образ. При этом мой образ, в чем я более чем уверена, будет не похож на ваш, даже если мы с вами наблюдаем за одним и тем же деревом. И чем больше людей соберется вокруг нашей березы, тем больше различных подвидов растительного мира можно будет обнаружить, всего лишь заглянув в мысли наблюдателей. Зрительное, слуховое, образное, речевое и цветовое восприятие у каждого свое, так сказать, уникальное в природе. Часто говорят, о вкусах не спорят. И это верно, поскольку наши вкусовые ощущения, как и все прочие, никогда не одинаковы. Для меня яблоко красное и сладкое. Вам оно кажется помятым, кислым и блеклым. А если мы спросим третьего человека, он ответит нам, что суждения наши ошибочны. И яблоко вообще безвкусное. Чем больше людей, тем больше всевозможных мнений и воззрений на, казалось бы, такую простую тему, как яблоко. А если прикоснуться к вопросам более сложным и неоднозначным, то просто невозможно угадать заранее, какие чувства, картинки и мысли пробуждаются внутри нас. Самое же увлекательное в этой истории, что именно внутреннее око и вовсе не внешний мир, создает реальность каждого. Какой-то человек, животное, растение или бабочка. Разумеется, мы все влияем друг на друга, и у нас есть общие черты. Иначе мы бы не обладали человеческой формой. И как нередко можно сегодня услышать, мы способны проявить во внешний мир лишь те объекты, образы, мысли и идеи, которые уже имеются у нас внутри. Цветок видится цветком, собака, собакой. И даже камень представляется камнем, поскольку все эти явления обладают общей информацией, но одновременно информацией собственной, особенной. При этом, если внимательно рассмотреть два похожих минерала, то сразу станет заметно, что они совершенно разные и оба неповторимые. Сама я восхищаюсь красотой во всех ее неповторимых формах. В особенности это касается языка с его неисчерпаемым литературным наследием и музыки с ее бездонной кладезью мелодий и звуков, которые неизменно вдохновляют меня и пробуждают к жизни новые творческие идеи. В этом году я заново открыла для себя волшебный мир филармонии. На деле, это обычное неприметное здание, расположенное в центре Екатеринбурга, один из многих домов прошлых исторических эпох, низких, уютных и очаровательных, следующих вереницей друг за другом. Люди, которые не знают, что здесь находится филармония, быстро проходят мимо и исчезают из вида, не подозревая о том, что встретили на своем пути священный храм музыки. Разумеется, у них есть хорошее оправдание, ведь столько дел еще запланировано на день, которые нетерпеливо ждут своего завершения. И для многих прохожих филармония так и остается на протяжении всей жизни простым миловидным строением, но не более. И даже если понимать, о чем идет речь, то и в этом случае не получится прикоснуться к иной реальности, поскольку человек ни разу не заходил внутрь. В то же время, этот иной мир совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. При этом, многие не имеют ни малейшего представления о том, какие радости он предлагает. Насколько удивительна жизнь! Мне филармония также казалась миром далеким. Само собой, я знала, что здесь постоянно звучат музыкальные концерты. Однако, в последний раз, когда я побывала в стенах филармонии, я еще училась в музыкальной школе. Таким образом, прошло более 15 лет. И все же воспоминания о том концерте сохранились очень яркими. Это был час Органа и Оганна Себастьяна Баха, чья музыка проникла в самые глубинные покровы моей души. Правда, во взрослой жизни я, как правило, отдавала предпочтение театру оперы и балета, погружаясь в мир танца, песен и нарядов. Филармония мне представлялась более ограниченной, поскольку предлагала слушателю лишь удовольствие для ушей, в то время как опера и балет радовали еще и глаз посетителя. Как же я ошибалась! Только в сентябре 2017 года, побывав на Международном музыкальном фестивале «Безумные дни», который филармония при поддержке области организует уже третий год подряд, я наконец-то решилась купить билеты на концерт с уральским оркестром. При этом дирижер и литаврист, исполняющий сольные роли, прибыли к нам из Голландии. Вслед за моим первым походом в филармонию, полным сомнений, последовало множество других. Я открыла для себя новый мир созвучий, который с первой минуты полностью захватил меня благодаря своей напористой энергии, первопытной силе и эмоциям, сметающим все на пути. Здание, обычное и бесцветное для большинства горожан, оказалось моим вторым домом, моей тихой гаванью. Удивительным образом, этот дом, словно свежий воздух, стал для меня необходим, чтобы дышать и жить. И здесь я нередко встречаю иностранцев, и воспользовавшись случаем, перебрасываясь с ними несколькими фразами на английском, будучи языком международным. Более того, солисты из всевозможных стран мира регулярно участвуют в музыкальных концертах, добавляя в атмосферу ощущение единства и внося нотку новизны в будни. Как правило, зал всегда полный, и если вы хотите побывать на выступлении, мешкать не стоит. В то же время, и это приятно радует, билеты вполне доступны по цене. Один из последних концертах, на которых я побывала, проходил в октябре в рамках фестиваля Евразии, и назывался «Диалог». Почему «Диалог»? Ответ прост и банален. Музыканты из Франции, Урала и Санкт-Петербурга собрались вместе, чтобы на протяжении почти трех часов дарить удовольствие зрителям и позволить им отдохнуть от суеты повседневной жизни. Однако жемчужное выступление стала грациозная китаянка, игравшая на старинном национальном инструменте под необычным названием «Пипа» и одета в традиционный восточный наряд, пошитый из сверкающего золотого шелка. Необычный музыкальный инструмент, а также сама маловидная китаянка в шикарном одеянии в окружении струнного ансамбля музыкантов из Франции уже сами по себе радовали глаз. Торжественный и взволнованный вид исполнительный, их лица, трепещущие от переполняющих эмоций, а также прекрасные музыкальные инструменты обращали на себя все внимание зрителей в зале. И после такого фееричного выхода на сцену я еще могла говорить о том, что филармонии не достает зрелищности. Мои прошлые ложные суждения вызывали у меня самой снисходительную улыбку. Более того, в начале представление ведущий кратко и увлекательно рассказал об истории «Пипы» и о характере музыки, к которой слушатель должен вот-вот прикоснуться. Сперва музыканты хотели сыграть старинные национальные мелодии Китая и Японии, восходящие к X веку и даже ранее, приоткрывая завесу в тайны жизни и далеких времен, создавая образы красивых пейзажей, период цветения сакуры, знаменитой во всем мире своей непревзойденной красотой и сладковатым благоуханием. Мне выдалась возможность собственными глазами увидеть элегантный и уникальный струнный инструмент, являющий собой культурное наследие Азии. Я могла прикоснуться к истинному богатству жизни Востока, способу его мышления, лишь слушая мелодии, исполняемые «Пипой» в сопровождении ансамбля скрипок и виланчерий. Разумеется, когда туристы едут в Китай, они наслаждаются великолепием этой страны, однако я искренне сомневаюсь, что они смогут познакомиться с ценностями, столь глубинными и искусными в рамках своего путешествия. Большинство отдыхающих желает в первую очередь полюбоваться туристическими достопримечательными, сделать много снимков на память и отведать блюда национальной кухни. Просто у них другие приоритеты. Напротив, все зрители, которые побывали на музыкальном диалоге между Европой и Азией, вкусили радость от погружения в мир таинственный, как правило, скрытый от глаз других. Во втором акте звучали произведения, солирующие китайской пипой, современных европейских композиторов, родом из Польши и Нидерландов. Некоторые пьесы были представлены впервые на российской сцене, некоторые – впервые в мире. Музыканты хотели разыграть диалог между двумя различными металитетами, между Востоком и Западом, и это им удалось превосходно. Если в первой части концерта я видела колоритные образы, печальные веселые лица крестьян, а также праздники и вехи восточной жизни, то вторая часть музыкального представления показывала зарисовки жизни европейской с ее особенными радостями и горестями, с ее энергичными песнями и бурными танцами, с неповторимой природой, где простираются озера, поля пшеницы и ржи, и где пасутся стада коров и коз. Перед взором разворачивалась иная красивая история, с иными традициями и обычаями, шаг за шагом, звук за звуком. При этом имелось нечто, объединяющее эти две полярности. Слизующим звеном стала пипа, которая аккомпанировала или играла соло на протяжении всего концерта, добавляя оттенки Азии в произведения Европы. В свой черед скрипачи и вилончелисты из Франции и России, заручившись мощной поддержкой уральского оркестра, создавали ощущение цельности и обогащали восточные мелодии, делая их еще более живыми и трогательными. При этом я уверена, что каждый человек в зале испытывал собственные несравнимые эмоции, погружался в собственный особенный мир и рисовал собственные неповторимые образы в голове. Поистине изумительно, что одни и те же предметы, люди, ситуации и даже здания представляются всем по-своему. Для некоторых филармония – это объект архитектуры, серый и привычный, каких много. Для других – это дверь, ведущая в параллельную реальность, также им уже привычную, но сверкающую и волшебную. Все зависит от нашего восприятия, наших мыслей и наших мечтаний. Один живет в городе, на земле, где все ясно и известно, другой встречает на своем пути новые миры каждый день, и оба они живут на одной и той же улице. И напоследок мои стихи для вас, дорогие друзья. Мир огромный и безбрежный, если жизнь от всей души, также мир унылый, серый, если в жизни нет любви. Каждый дом имеет сердце, каждый стих свой колорит, каждый день нас будет нежно дарить радость и желание творить. И ведь выбрать всегда с нами, с песней жить или скорбеть, можно день заполнить чудесами или вечно под ноги себе смотреть. Для меня сей мир волшебный, полный красок и тонов, в нем нет места угнетению, в нем все дышит и цветет. Жизнь с открытыми глазами освежает каждый вдох, открывает двери с новыми мирами, наполняет силами идти вперед. Благодарю вас, дорогие друзья. Я желаю вам каждый день просыпаться свежими, новыми, с чистым взглядом, и смотреть вокруг, и любоваться, какой этот мир чудесный, и безбрежный, и многогранный, и каждый день встречать на своем пути чудеса большие и малые. Радуйтесь и наслаждайтесь вашей жизнью, ведь она прекрасна. До новых встреч! Благодарю вас, ваша Ольга Пайзникова.